Полетели. Полетели мы в Италию, конкретно в город Рим, вместе с Михаилом Швецовым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Михаил. Ну, всем известно, что Италия такая романтичная страна. Она очень настраивает на такие мотивы, любовь, романтика. Все такое говорят. Итальянцы очень страстные и почти всегда ко всем своим вторым половинкам, чуть ли не с самых первых дней отношений, они употребляют, и петь, это любовь моя. Не знаю, насколько это правда, но вот так совпало, что у Михаила... Ну, или не совпало, наверное, все было спланировано, но у Михаила там прошел совсем недавно медовый месяц, поэтому я думаю, наше интервью будет особо романтичным, и расскажет, он начнет как раз с маршрута такого романтичного. Да, на самом деле, я был счастлив в таком мотиве медовый месяц именно в Италии, так как очень люблю эту страну, был в ней четыре раза, и четыре раза был конкретно... Это был в ней уже четвертый раз, и вот четвертый раз в Риме я уже мог полностью спланировать маршрут, понять, как лучше сделать, и там, если мы говорим советы туристам, которые хотят поехать в Рим, то запланируйте на Рим минимум шесть дней, потому что за меньшее количество дней Рим понять почти невозможно. То есть вы сами забронировали отель, нашли, да, все... Обычно так получается дешевле, конечно, есть популярные площадки, я работаю в гостинице, и очень много знаю внутренних нюансов, как бронировать отель, что сделать, и вот, например, в России нельзя нарушать паритет цен на букинге и там на сайте, а в Италии такая хитрость есть, они иногда ставят на букинге тариф без завтрака, а у себя на сайте тариф с завтраком, и он получается еще дешевле там евро на сто. В общем, такая забавная штука, я вот так бронировал отель с удовольствием, чтобы получалось и дешевле, еще и завтра включен. Это всем доступно или... Да, да, да. Просто мы не знаем об этом. Да, то есть на букинге просто стоит тариф без завтрака, и типа так всегда есть, и у меня, наоборот, я задумал то, что в этом отеле завтрака не существует. Оказывается, завтрак есть, и он как раз включен только на сайте продавать. И тариф получает еще и дешевле, то есть они экономят, потому что букингу платят комиссию, а вместо этого они дают клиенту завтрак. Такая-то интересная штука. То есть вы призываете к тому, чтобы бронировать на официальном сайте отеля? Да, во-первых, я призываю к этому, так как имеет отношение к этой индустрии, а во-вторых, ну, чаще всего надо бы сравнивать. В некоторых отелях не получается так хорошо. Вот конкретно в том отеле, в котором были, отель Хомсун, как раз вот прекрасно это вот демонстрирует. Есть отели другие, ну, вообще в рекомендущую площадку Airbnb смотреть, апартаменты. Очень много времени есть апартаментов, причем если вы там готовы ездить на метро каждое утро, то если мы отъезжаем из центра города, то апартаменты очень хорошо показывают, где и что там. Ну, в общем, они дешевле в разы. И это очень удобно. Ну, тогда разница все равно на метро отражается, наверное. Ну, там разница в цене колоссальная. То есть, если метро там 2-3 евро в одну сторону на человека, то отель будет там стоить, не знаю, на 50 евро в день. Во многих странах есть такая штука, как проездные карты, которые экономят проезд. Там тоже есть такое. Да-да-да, и там есть. Честно говоря, не знаю, не катался метро, так как мы в центре жили. Ну что, давайте, раз вы жили в центре, давайте поройдемся по каким-то достопримечательностям и местам, которые вы лично от себя советуете посетить. Да, я очень люблю... Есть такая площадь, Испанская лестница называется, площадь Испании. В Италии площадь Испании. Да-да, и там фонтан. Да, там фонтан, там Испанская лестница, там Тринита дель Бонти, это церковь, там дворец Медичи. Очень красивое место само по себе, там всегда очень много туристов. И это одно из самых лучших мест для проживания. То есть там, во-первых, тихо, потому что вот на других улицах, центральных, очень много людей. А во-вторых, оттуда все в пешей доступности. То есть я себя начинаю маршрут, обычно выхожу на испанскую лестницу, потом иду на Пиацетель Пополо, а в Пиацетель Пополо там идут три улицы, и эти три улицы, с них можно поставить все, что угодно. То есть это как раз улица одна, по которой мы приходим туда. Вторая это Ведель Корс, это главная улица, на которой больше всего магазинов. И вот мы когда были с женой, она говорила о том, что вот в Риме очень много красивых музеев, и любая выставка в магазине тоже как своеобразный музей. То есть настолько они красиво там расставляют даже ботинки, там одежду, вот это настолько красиво выглядит, что... Что взять и померить, как в нашем магазине уже и рука не поднимается. Ну да, может быть. Но как раз вот очень красиво просто смотреть, ходить по улицам. Ну конечно там магазинные шутки. Там покупают в основном туристы, сами итальянцы там ничего не... Да, конечно, итальянцы покупают линзамеры, потому что там в два раза дешевле. Но туристы, так получается, что там покупаем итальянские бренды, вот эти пиджаки как раз оттуда, итальянские бренды все достаточно дешево. То есть это сидит от того, что в наших магазинах. Ну конечно, конечно. Но опять же воспоминания, я купил себе в центре Рима вот этот пиджак. Да, и вот Ведель Корс, одна из тоннерах улиц, на которой вот она упирается просто в площадь Венеции. Там находится Витариан, это огромный памятник, собственно, Витторию Мануэлю II, который объединил Италию. И это очень красивое здание моментально. Громадное сооружение тут просто. Да, там еще и смотровая площадка наверху, откуда видно весь Рим. Вот рекомендую с этого места начать, чтобы посмотреть, понять, где что находится. И сразу могу сказать, что без карты в Риме можно потеряться. И вот карта нужна иметься бы всегда. И, конечно, нужно ориентироваться на основные запримечательности. Это вот Ватикан, это Петца Дель Пополо, это Витариана, это Колизей. То есть между ними можно смотреть, где вы находитесь и ориентироваться. Есть какие-то у вас секретики в плане не очень раскрученных и не очень известных мест, но которые вы для себя открыли и хотите всем посоветовать туда попасть? Ну, я могу сказать так, очень много путеводителей разных и везде по-разному все написано. Я очень рекомендую сходить на Кампо де Фиори, это достаточно раскрученный рынок, то есть там только туристы ошиваются, но он очень незаметно, там мало кто заходит. И вот очень приятное место. Во-первых, можно наесться до пуза и не обедать в этот день. Во-вторых, очень много можно попробовать местных овощей, фруктов. И там очень часто такое замечают туристы, что о, а тут помидоры пахнут. То есть это одна из ключевых особенностей вообще Италии, то, что там прекрасные помидоры, солнце другое, конечно. Пахнущие помидоры, это вот то, что запоминается, и там сразу заходишь на рынок, и запах вот этот идет. А где находится он? Он находится, получается, вот есть площадь Венеции, площадь Аргентины, где убили Цезарь, и вот дальше, вот она там чуть подальше. Теперь мы знаем, чем пахнет Рим. Вот именно эта площадь, да. Давайте после рекламы вернемся и продолжим. Михаил Швецов в студии Радио 54 рассказывает нам, как в Риме мол, то бэнэ. Давайте вернемся к интересным местам. Да, нет, общались, вы итальянский знаете? На самом деле, да, я хотел об этом сказать. Самое важное, что нужно сделать перед тем, как ехать в Италию, особенно если выйти не в Рим, не в Милане, не в Венецию, это выучить итальянский. Хотя бы основные вещи, это цифры, это продукты, это навигацию, потому что вот мы после Рима поехали в Неаполь, и в Неаполе, ну, было еще более-менее, но все равно тяжело. А потом поехали во въезды, это в Апулии, это вообще, я назвал это место немецких пенсионеров, потому что их там было очень много, и это было, наверное, первое место из туристических, в котором часто в ресторанах не было меню на английском. То есть был немецкий и итальянский. Да, да. И вот могу сказать, что основное, это вот как раз и без итальянского очень сложно, это продукты, это навигация, это все, что... И хотя бы плюс-минус можно понять, потому что чем дальше от Рима, тем хуже говорят по-английски, и люди даже... Вот я, например, стесняюсь, если я не знаю языка, языка, я не буду говорить человеком на русском. А итальянцы, они очень спокойно говорят с тобой на итальянском, даже если ты ничего не понимаешь, они думают, что ну, плюс-минус поймешь. Конечно. Поэтому брать с собой словарик или там за месяц до поездки получить основные там 200-300 слов, это очень хорошая штука. Правда, что они жестами очень активно пользуются. Да, ну и мы поактивно пользуемся жестами, на самом деле. Потому что мы не особо знаем итальянский, мы начинаем пальцами показывать, понимаешь? Да, и на самом деле очень хорошо это работает, можно понять итальянца без слов, то есть я вот несколько раз был в Италии и могу сказать, что я когда был там почти месяц, я начал их понимать, что это спокойно. То есть я все понимал, что это не говорит, ничего слова сказать не могу, слов не знаю, но всю там интонацию, не передаю полностью, содержание предложения, прям хорошо получается. И главное запомните, Рим, он звучит Рома. Эту ситуацию я просто наблюдал, когда человек покупал билеты и говорил, ну мне до Рима, ну Рим ваша столица, ну ты что не знаешь, ну ты что, ну Рим же, ну мне два билета до Рима. Скажите Рома, 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 все. Да, на самом деле таких парадоксов часто бывает, например, слово такси, то есть у нас там такси, да, там такси, а у них они как-то иначе это приносят, они приносят как по-русски такси, только мы говорим такси по-английски, они этого не понимают, то есть для них такси это какое-то неизвестное слово, а такси такси, и вот очень часто они так вот ошибаются, ну не понимают, когда мы по-русски это слово по-английски, Мы стараемся наоборот, чтобы как-то более его европейски звучало, а на самом деле ошибаемся. Давайте вернёмся ещё пару мест, успеем назвать интересных, может быть, отодвинемся от центра или наоборот. Да, на самом деле, следующее место, которое обязательно нужно посетить, это Колизей. Ну, конечно, Колизей самое спущаемое место в Италии и в Риме. Очень известная штука, я очень сильно люблю, она очень энергетически разная. Многие люди не любят туда ходить, многие, наоборот, любят, потому что... Вот, вы вначале сказали, что это очень романтичное место, но если взять Колизей, сколько людей там поумирало, это очень такое место интересное, конечно. За эфиром Михаил рассказал интересную историю о том, как местный олигарх потратил 10... Где там около 10 миллионов евро вложил, чтобы очистить колонны Рима от копоти, потому что она скапливается со временем. И вот город пообещал мемориальную табличку на 10 лет повесить в Колизей, что вот он, молодец. Табличка в Колизее стоит вот столько. Да, примерно. Чтобы вы знали просто. Ну, там, всех подковерных историй мы не знаем, но по камере очень интересная штука. А после Колизея, конечно, там рядом есть полотен, форум, это очень старые развалины прошлого Рима. То есть можно там увидеть, вот в этом месте ходил Цезарь, вот в этом месте там делали то-то. Там очень много разных памятных мест, конечно, нужно предметы смотреть, там каждое место уникально. И до сих пор ветероскопки ведутся. Да, да. И вот там, если там рассказывать, что там две трети, наследие ЮНЕСКО находится в Италии, то из этих двух третий, две трети находятся в Риме. И вот это на самом деле очень много о чем говорить. Можно завернуть просто там, едя впрямо, прыгнуть налево, не в стартную дорогу и наткнуться на какой-то там Старый Собор, там, Первого Века. Это может быть совершенно спокойно. Следующее место, которое обязательно включение, это Ватикан. Причем в Ватикане есть такая удивительная штука, там в разное время дня разные маршруты экскурсий. То есть я этого не знал, но я был там, вот сейчас был третий раз, был вечером, у нас был абсолютно другой маршрут. Были открыты другие галереи, которые днем открыты. И там, что самое важное, там и про Колизей, и про Ватикан, и вот галерея Боргеза, тоже очень известное место красивое. Надо бронировать места заранее, потому что день в день почти никогда нельзя найти. Мало того, чтобы бронировать заранее, там это все покупается онлайн, то есть без каких-либо проблем. И рекомендую всегда ходить с гидом в популярные места, потому что без гида, даже если у вас есть книжка, курсовод, то вы без этого вряд ли справитесь. Гиды тоже говорят на интернет? Чаще всего да. То есть на самом деле мы узнавали, гиды, они проходят прям целую тестацию, экзамены сдают, то есть они при всем перепроходят, сдают знания по Ватикану, например, и вот там итальянский язык. То есть у них официальный документ, и все там очень все это отлажено, красиво сделано. Успеем пару минут поговорить про местную кухню, что вас впечатлило, что-нибудь такое небанальное. Понятно, паста, паста, все понятно. Впервые попал в Италию, начался рейтинг термису. То есть термису везде разные, они все по-разному его готовят. Каждый думает, что кто-то лучше, кто-то добавляет алкоголь, кто-то не алкоголь, кто-то аром, кто-то какие-то другие напитки, ликеры. И вот я составил такой рейтинг, и до сих пор считаю, что самое прекрасное термису делают в городе Сиена, это в Тоскане, около Флоренции. Вот там есть одно место, прям шедевральное было термису. А так в Риме очень много делают хорошее, в каждом втором ресторане термису очень хорошее. Также очень классно пробовать мясо, то есть там есть бистека альфиорентина, это флорентийское мясо, но очень часто его в Риме тоже готовят, такой большой кусок, если вы делаете обычно 2 килограмма, и вот прям супер. 2 килограмма? Да, у меня невеста не сильно захотела есть, жена не сильно захотела есть кусок, там чуть-чуть было не дожарено, я доедал, съел 1,4 килограмма мяса, и вот. Да, было прекрасно. В Тоскане? Нет, это было уже во въезд, когда мы были. Вот, и там прям было очень шедевральное. Чем завтракует Альянс? Вот, кажется, завтрак это гиблая тема во всех отелях. Это да! Потому что у них сладкие завтраки, они едят круассаны, то есть мы были в первом отеле, и мы думали, что там завтрак не очень, там было горячее бекон, яйцо и все, омлет, и там колбасы какие-то, круассаны и все. Приехали в Неаполе, казалось, что там плюс-минус то же самое, но там все было холодно, то есть не было ничего горячего. Приехали во въезд... Джемы всякие вот это вот. Да, приехали во въезд, и там только сладкое, то есть там и колбаса, и сыр, то есть там даже не было там омлета, бекона, ничего не было, и там и яичница исчезла. То есть мы так все время путешествовали, думали, блин, вот, как хорошо у нас, потому что в любом российском отеле можно поесть, ну, хорошо, и будет все понятно. Бутеры и омлет. Да, слова каша, например, в итальянском языке вообще нет, то есть оно пришло из английского, и они как, что такое каша, не знают. Не знают. Вот это да. Большинство людей не знают. Спасибо! А когда берешь чай, нужно уточнять, что горячий. Да, 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 тоже очень важно. А еще мы называем кофейный напиток с молоком латте, а у них латте это просто молоко подадут тебе, да? Ну, с этим не пересекался, если я пикал пучино, с капучино проблем нет. Потому что латте макиято, вот это кофе, а просто латте, просто молоко. Ну что, спасибо! Спасибо большое. Оконулись в романтику, теперь самое время немножко пошутить. Забавную историю напоследок нам расскажет Михаил. На самом деле, очень сложно было выбрать маршрут, как забраться из Дняполева въезда. Это пересечь всю Италию, пересечь весь сапог поперек. Не знаю, никак ехать на такси, но это очень дорого. На поезде там очень кривой маршрут. Или на автобусе. Но автобус такая вещь, я захожу на сайт, а там, например, последнее расписание от мая 11-го года. То есть не было понятно. А итальянцы такие люди, что могут вообще рейс исчезнуть, бренд исчезнуть. Это непонятно. И мы пришлось выбирать, выбрали автобус. И с пониманием того, что ладно, доедем до точки пересадки, уже оттуда, с чего возьмем такси, заплатим больше и поехали. Фиг с ним. И получается так, что мы подходим на станцию автобуса. Вроде бы она, вроде бы то место, ничего нигде не подписано. По-итальянски, по-английски никто не разговаривает. Там из тех, кто там менеджментом работает, кто-то еще. И мы стоим, у нас стоит примерно 100 человек. Из них там 50% это итальянцы и иностранцы. 50% это иммигранты из ближайших стран. Там Африки, Индии, Турции. И получается так, что мы ехали в Фоджио, это город в Апулии. И мы ехали. Я понимаю, что мы в него заходим. И вместе с нами заходят еще, ну почти все вот иммигранты заходят вместе с нами. И у меня такой небольшой страх, понимая то, что мало ли чем уже случится. Нас там выкинуть где-нибудь по дороге, там вещи заберут. Вы одни белые люди там, да? Ну, в автобусе всегда, просьми, пару итальянцев было. Ну, как оказалось на самом деле. Мы доезжаем до Фоджио, я пытаюсь спросить у итальянца, там, по-моему, как он понимает. Он ни слова по-английски нет вообще, даже там слово next не знает, например. И я его начал спрашивать, и мне подходит иммигрант, он на хорошем английском отвечает на вопрос, переводит итальянцу, итальянец отвечает. И на самом деле очень сильно помогли эти ребята. Прям оказались очень душевны, рассказали, где во Фоджио там садиться на следующий автобус, что как происходит. И прям большая благодарность им. Не сказано бы повторять, что прям иммигранты меня спасли посередине Италии. И, ну да, не надо этого бояться. И на самом деле все ушло. Еще вторая такая шуточная история. Когда были в Риме, один из продавцов билетов сказал о том, что «О, вы из России? Вот знаете, как жалко, вот все богатые туристы к вам уехали, а бедные в Рим приехали». Поэтому они прям сказали, прям очень сильно в них упал туризм во время чемпионата мира. Все у нас, поэтому... Все это временно, когда-нибудь в Италии будет чемпионат мира. Спасибо большое. Нашим гидом по Риму был Михаил Швецов. Еще раз спасибо, грация. Спасибо.